Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Продолжаем работу в прямом эфире и сейчас у нас как обычно в пятницу в это время бывший мэр Риги Олег Буров Добрый день! Добрый день! Из-за того, что сегодня, завтра точнее день памяти жертв Холокоста выпадает на субботу, то основные такие травмы мероприятия проходили сегодня, но в силу пандемии митинга не было традиционного когда вспоминают жертв Холокоста просто возложение венков, цветов к монументу на улице Гоголя на месте сожженных синагоги я знаю, что вы тоже были там вы заложили цветы, это каждый год я прихожу каждый год чтобы люди не связывали это с выборами это не связано ни с выборами, ни с должностью просто это это ужасное событие, это страшное событие и вы знаете вот когда где-то за границей идешь по городу, например я был в Вене и вот видишь вот эти таблички которые вмурованы такие небольшие в брусчатку и там написано здесь жила такая-такая семья которая была выслана в Ригу и в Риге они скончались или в гетто или ну в основном в гетто или погибли были расстреляны в Бекернигском лесу вот это читаешь ну это страшно это страшно поэтому очень важно опять-таки как и как и 9 мая это помнить это помнить воспоминания эти да я там был были послы сегодня может быть было не так много народу может быть ну не поняли что многие люди что это не проходит 4-го числа а 3-го ну да так было да ну это такая часть трагической истории Латвии и вообще Европы и мира вот возвращаясь все-таки от этого печального события ну вот к жизни сегодняшней вот я вот обратил внимание что очень многое о чем вы говорили ну к чему вы призывали временную администрацию сейчас как мы знаем городом по-прежнему управляет вот три чиновника все что остается это призывать призывать здравому смыслу но все-таки постепенно пусть с опозданием но это происходит ну частично по крайней мере возвращение льготное проезд в общественном транспорте ну да мне кажется прислушиваются я фактически ни разу я общался с администратором только один раз когда еще был мэром я его так скажем ознакомливал с делами и говорил что нужно было бы сделать в первую очередь мне такой коммуникации нет но я достаточно много говорю публично может быть в отличие от других я не критикую я думаю что ну мне не прошу прощения не совсем я понимаю этот вопрос когда вот коллеги ваши многие задают вопрос как вы оцениваете работу администрации как вы считаете она работает плохо или хорошо ну слушайте с чем мы ее будем сравнивать с работой политиков мэра вице-мэров 60 депутатов это люди которым сказали вызвали и сказали будете администраторами 2 месяца они там они у людей подневольные задержались там на 6 месяцев да я думаю что ну они сами этому этому не рады и естественно мы не можем от них требовать естественно есть те вещи за которыми они не могут наблюдать они этого не знают но они не знали этот город они хорошо вообще если по-моему и в Риге не живут поэтому откуда они могли это знать да сразу без подготовки прийти то есть они думали что они технически подписывают документы что-то посмотрят и как-то продержатся 2 месяца оказались такие сложные времена да поэтому могу сказать что в Риге не было никаких больших провалов таких да ну как и в Латвии все-таки эпидемия прошла все нормально мы можем сказать не было провала с медицинской точки зрения ну не было провала с медицинской с точки зрения дороги где-то провалились но я же не буду говорить что вот видите до чего эти администраторы довели город Гертруда сначала проваливаться сейчас все занимаются футболом если вначале мы с вами были несколько недель тому назад говорили о том что машина провалилась на Гертруда и на себя взяла ответственность Рига Силтонс больше на себя ответственность не берет сейчас я понимаю что сейчас вот футбол кстати не знаю как сегодня закончились выборы федерации футбола еще продолжается да ну вот футбол она такая народная игра Силтонс отфутболил на Рига Судонс они оба отфутболили мяч этот кто виноват в Сатексмос департамент департамент сообщения обратно но если мы говорим о городских проблемах вот конкретно переходим в Риге одна очень большая проблема которая нам так внешне не видна это не развалины зданий это не обвалившаяся штукатурка это отсутствие ливневой канализации это исторический поэтому когда мы говорим ливневая канализация мне на этой неделе много спрашивали в плохом состоянии я говорю я с вами не согласен не может быть в плохом состоянии то чего нет ее вообще нет поэтому на это нужно потратить деньги конечно для многих политиков это считается ну лучше тратить на то что видно да надо как-то показать публично чтобы это было красиво да но извините когда город затопляет и затопляет подвалы и у меня например вот когда я был директором департамента имущества и пройдет сильный дождь и звонок по телефону я уже думаю что не видя еще кто звонит я думаю это наверное Ой Рубинис директор национального театра звонит о том что затопили подвал или директор второй гимназии которая находится рядом с национальным театром через канал где тоже постоянно затапливают подвалы да и то же самое в театре русской драмы я говорю просто из тех объектов которые я знаю надо создавать ливневую канализацию ливневую канализацию потому что вот эта вода она идет ну зачастую в эту ну скажем в канализацию в фекальную канализацию она это все не успевает принимать ну и получаем то что получаем поэтому создание вот такой сети реконструкция она нужна на это нужно искать европейские деньги и опять мы приходим к тому что только сотрудничая прагматично вместе с государством можно найти эти европейские деньги у министерства Варама министерства среды и это можно реконструировать вот я может быть такой неожиданный вопрос задам но тем не менее жизнь идет и вот эти выборы внеочередные 29 августа не за горами это значит что новая дума приступит к работе в конце сентября вот предположим такую ситуацию в принципе так оно и есть не хочется забегать вперед но тем не менее да вот предположим такую ситуацию что вот в конце сентября вернулась ну не вернулась новая дума утверждена создана там не знаю коалиция избранный мэр вы допустим опять мэр вот с одной стороны опыт уже есть с другой стороны есть какие-то неотложные задачи которые сейчас вы видите что вот не знаю что не позднее не знаю сентября-октября надо решить это 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 или такой горящей ситуации нет я из какой-то ну долей суеверия или как-то я не хочу вообще ничего загадывать и фантазировать поэтому я не буду говорить как раньше было в литературной газете если бы директором был я я скажу что нужно сделать тому человеку кто будет мэром можно так сказать безотносительно ему нужно в первую очередь начинать думать про бюджет следующего года потому что в конце сентября вы абсолютно правы все сядут на свои места и где-то уже в начале октября нужно готовить бюджет нужно начинать смотреть первые цифры что-то появится а доходы упадут приоритеты у нас в принципе остаются те же это транспортная инфраструктура это та же социальная поддержка но мы говорим о той же зеленой программе и прочее и прочее поэтому это самый главный вопрос думать о бюджете здесь нужно и коммуницировать с министерством финансов и понимать какие они дадут контрольные цифры как будет выполняться подоходный налог я сам думаю что подоходный налог должен уменьшиться да налог на недвижимость тоже будет не собираться в то же самое время мы сейчас за это время мы живем когда мы слышим что государство говорит нужно все время новые работы новые ремонтные работы проводить нужно вот это сил дит экономику как говорится да разогревать и мы говорим разогреваем разогреваем да а где эти деньги поэтому здесь очень важно понять чтобы эти деньги на что они нужны городу городу нужны и одна это первая вещь бюджет вторая вещь если мы говорим о больших проектах нужно сразу же понять кто в Рижской думе неважно мэр вице-мэр но кто будет ответственный я думаю что это должен быть один человек из руководства ответственный за Рейлбалтик меня очень волнует проект Рейлбалтика потому что последний он затрагивает инфраструктуру а какая разница меня он волнует как рижанина васабик тоже как жителя пардаугова он волнует перекопает все перекопает все но мы говорим сейчас если перекопает на момент строительства а вот когда закончит может быть мы на все это посмотрим закроем глаза и будет просто стыдно тем людям кто сейчас этим занимался там нужно дополнительное инвестирование мы в своей программе 4 тысячи знаков написали не меньше 350 миллионов я вам скажу 350 миллионов вот эти дополнительных денег это взяла на себя одна фирма группа 93 которая год тому назад это все просчитывала это сейчас понятно что этой суммы будет недостаточно нам очень важно чтобы это не было просто город разделит вот эти новые железнодорожные пути ничего не произойдет нам с этой точки зрения городу не нужна такая железная дорога и они заблокируют связь между микрорайонами ну подумаем что вот идет сейчас эта дорога дальше идет отдельная ветка в аэропорт я не знаю я могу сейчас так сказать извините если кто меня слушает кто это знает более детально может быть со мной поспорят и будут правы но наш аэропорт не находится там в 50-60 километров 40-30 от города куда нужно скоростной поезд мы так или иначе довольно быстро добираемся до города лучше бы по-моему туда пустить было скоростной трамвай скоростной трамвай и все не перекапывать ничего не перекапывать но это стоит все большой суммы денег и эта сумма постоянно увеличивается и кроме того мы видим что многие решения касающиеся задвения они не решены они не решены и все больше и больше звучит голос тех горожан которые живут в Агенскалсе которые живут в районе улицы Лепес и то что по-моему мы говорили с вами в прошлой передаче я просто обращаю внимание в первую очередь жители Иманта и Золитуда дорогие мои переезд по улице Золитуда смежду Иманта и Золитуда будет закрыт там будут быстро проезжать скоростные поезда этого перехода не будет но извините если мы так разделим город это абсолютно исключено нужно наконец-то строить тот переезд виадук между в районе центра Вольво соединить там вся земля городская его элементарно построить руководство которое двигает этот проект со стороны государства они говорят ну Рижская дума это сделает а за какие деньги да сделаем но помогите с деньгами но дайте деньги поэтому в данном случае это очень много то есть вот Райл Балтик локальные вопросы в сентябре будет понятно что делать с Брасовским мостом потому что сейчас разрабатывается два варианта или его начинать сносить половину половину снесли половину построили и потом на построенную половину перевели все движение снесли вторую половину еще раз построили на это уйдет будет какое-то движение естественно ограниченное но движение будет будет ходить трамвай к слову сказать сейчас по нынешнему мосту посмотрят и может быть в ближайшие дни будет ясно и пустят четырехсекционный трамвай большой это общий вес 82 тонны поэтому заново исследуют вы же знаете что уже трамвай пустили, какое-то время не ходил из-за таких там моментов, связанных с вибрацией. Ну, посмотрели, что все нормально и трамвай пустили. Или второй вариант, снести сразу же весь мост и сразу же строить новый мост. Но тогда движение будет полностью закрыто, это неудобно, но зато стройка будет двигаться в два раза быстрее. Пройдет, может быть, за один строительный сезон, за год. Поэтому очень много вот таких моментов, которые нужно смотреть. Последний вопрос, ну, который я просто, я сейчас говорю так, навскидку, все больше и больше видна неудовлетворенность рижан по поводу вывоза мусора. Я, честно говоря, не понимаю, в чем сейчас причина, но факт тот, что нужно позвать, естественно, всех этих операторов, вызвать или руководство Рижской думы, или руководство департамента жилища и среды, которые контролируют, администрируют вопрос. Но и все-таки сказать, потому что особенно сейчас, когда жарко, эта ситуация ненормальная. Ну вот, поэтому очень много работ, да, как будет проходить ремонты на Чака и Бруненеку, да, это тоже сейчас очень важно, потому что мы сейчас видим, да, я говорил в вашей студии, договор подписан, будет подписан с 1 июля. Договор подписан, ремонтная работа не начата. Ну, договором, как бумагой, улицу не отремонтируешь, и срок не перенесут. Срок окончания работ 1 ноября. Вот я хочу сейчас публично сказать, и, может быть, строители меня сейчас слышат, если эти работы будут сданы после 1 ноября, они должны получить штрафные санкции, потому что мы уже с 1 сентября с вами, по Чака Марияс, войдем в большие пробки. И так очень жаль, что ремонтные работы не происходили тогда, когда была пандемия, когда город был пустой. Поэтому очень много, как не только политических вопросов, хозяйственных вопросов, которые нужно, там места на раскачку не будет. Если будут люди, для которых город Рига как белый лист бумаги... И надо будет еще полгода вообще входить в курс дела, как мы говорим, обучаться за счет налогоплательщиков. Обучаться за счет налогоплательщиков. И важно, что если каждый начнет писать на этом листе что-то свое, как он это подразумевает, это не лист бумаги на самом деле. Его не скомкаешь и не выкинешь. Это правда. Давайте успеем еще в первой части принять звонки. Их очень много. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Я не слышу. Да, я тоже не слышу. Но попытайтесь дозваниваться. 612-12-939. Телефон прямого эфира. Пока мы ждем звонок. Да, вот есть звонок. Добрый день, слушаем вас. Пожалуйста. Да, ну что-то нет связи. Может быть, человек в машине. Еще одна попытка. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Господин Гуровин, вы так достаточно часто выступаете на балконе. И тут недавно я прочитал ваше интервью в газете. В газете суббота, наверное. Ну, в какой-то газете. Неважно в какой-то. И вот складывается такое впечатление, что вообще Рижская Дума не работала. Вообще ничего не делали абсолютно. Маслы, беспорядок, ливневки вообще нет. Но самое главное, вы теперь говорите, будучи не мэром, про Райл Балтика. А я, как житель Латвии, я житель Риги, хочу спросить у вас, как у бывшего руководителя Рижской Думы. А что Рижская Дума делала, когда принималось решение принципиальное по Райл Балтике? Почему вы теперь об этом говорите, что перекроет? Все, задвиняй. Спасибо большое. Ну, здесь действительно... Очень хорошо. Надо попытаться ответить. Такое впечатление, что прямо это звонит мой друг, которому я подготовил вопрос. Я могу сказать, да, я выступаю часто и говорю часто, потому что я говорю о хозяйственных вопросах и в свое время председатель моей партии, мой друг Андрис Америкс, он вел здесь еженедельную передачу «Голос Америкса». Я готов продолжать и вести нечто подобное передачу, потому что, как и он, я могу сказать, я не волшебник, я еще только учусь. Вот, Андрис великолепно знал на самом деле каждый угол города. Если я не знаю, я не боюсь сказать, что я не знаю, но я считаю необходимо. Это очень помогает, когда вы звоните в студию, вам отвечают, но я скажу честно, это помогает и мне, потому что ваши вопросы расширяют мой кругозор. Я узнаю многие вещи, углубившиеся в эти вопросы, которые я раньше не знал. Говоря про мосты, канализацию, Райл-Балтик, я не занимался этим вопросами. Я думаю, что вы знаете, я об этом говорил очень много раз, я занимался, я возглавлял департамент недвижимости и занимался вопросами нежилого фонда и о восстановленных школах, театрах, музеях, первой больницы. Мне не жаль, я не стыжусь этих объектов. Про Райл-Балтик. Я соглашусь с оппозицией, которая говорила предыдущему руководству Думы, что мы, Рижская Дума, несерьезно воспринимала этот проект. Мы от этого проекта отмахивались, ну как от назойливой мухи говорили. Типа, это государство нас-то не касается. Даже обек не так, а его все равно не будет. Скорее всего, это не построят, это несерьезно, это какой-то космос полета на Марс, даже вот так, да. И в этом смысле мы отставали. И когда пошла информация, что в Таллине и Вильнюсе, они более серьезно к этому относятся, мы все равно к этому не относились. Тогда, когда я стал мэром, ну уже когда был исполняющим мэром, ну именно когда стал мэром, ну мой опыт не был в транспорте, но мой опыт именно был как у руководителя проекта, во многих проектах, о которых я сказал, я понимаю то, что если этим проектом не заниматься, то не будет ничего, и потом на самом деле мы останемся крайними во всем этом, это будет абсолютно справедливо. Поэтому я дал задание департаменту развития быстро подготовить предложение Рижской думе, чтобы это был наш вызов городской, что нужно сделать, как мы хотим, чтобы город выглядел в центре города, первый шаг. И еще я бы хотел сказать, что вот как раз во время, это было год тому назад, ровно во время анаугурации президента, ко мне подошел наш, ну один из таких самых известных архитекторов, Андрис Кронберг, и он как раз в числе архитекторов, которые разрабатывают проект в центре города, и он мне сказал, вот, ну Олег, я знаю твой опыт, пожалуйста, займись этим, потому что такая возможность дается один раз в сто лет, и сейчас мы ее упускаем. Ну и вот спасибо и Андрису Кронбергу, да, я на самом деле этим занялся, со своей командой, да, мы устроили такие ряд встреч, мы встречались и с Абхаймес, ну вот с этими общественными организациями, кто, кто, кто тоже интересуется и находится в непонимании, что происходит, мы наконец-то провели встречу, инициировали встречу с министром сообщения, потому что таких встреч вообще не проходило, и предложили свое предложение по центру города и сказали, для того, чтобы этот проект выглядел для города приличным, нужно дополнительно 110 миллионов. Это программа минимум, такая обязательная программа. Для задвинья этого до сих пор нет, и почему нет, не по вине реально испанских архитекторов, которые для Aeropostia Linius разрабатывают проект, они довольно его сильно хотят упростить, они уже говорят о том, что если он будет более тяжелый, им нужны дополнительные деньги, это много нерешенных вопросов. Вот заканчивая это, я хочу сказать просто очень коротко, какие-нибудь вопросы нерешенные. Про путепроводу Золи Туда и Иммонта я уже сказал, тоннель, выход в районе улицы Лепес, он абсолютно не готов, и снос мостов, и что будет вместо тех исторических... Лепес, это где-то недалеко от больницы Страды, да? Да, да, абсолютно верно. И в районе Торниколнца ликвидация всех исторических мостов, а это первые наши бетонные мосты, которые были построены в Латвии. Вот это тоже планируется ликвидировать. Да, и у нас, естественно, планируется короткий перерыв, Олег Буров у нас в студии, я вижу, что много звонков, минутку терпения. Мы снова в студии, Олег Буров тоже. Вот вы упомянули слово «команда», когда отвечаю на предыдущие вопросы, и вот в связи с этим я все-таки хочу спросить, не могу не спросить, поскольку агентство Лето вот сообщило, что в понедельник вы, как лидер списка, честь служит Риге, представите команду, в том числе будут представлены и новые кандидаты в депутаты, ну, чьи имена раньше так особо не были, может быть, на слуху. Может быть, несколько слов, я понимаю, что всех 63 вы не назовете, это, наверное, не в этом суть, но вот, может быть, несколько слов охарактеризовать, что за команда, и даже, может быть, не столько фамилии, а вот по какому принципу подбирались люди. Что должно было быть вот те критерии, когда вы скажете, да, вот я хочу, чтобы там человек, этот человек был у меня в команде. Мы обратились ко всем членам партии с предложением, если они желают, они могут написать заявление, они могут посмотреть, то есть такая возможность была. При участии. Потом тех людей, кого я не знал, мы с ними переговаривали, встречались, ну, что могу сказать, что в основном это те, кто раньше работали, кто раньше часто баллотировались, ну, это такие известные уже, как депутаты, как Дайнис Турлайс, Байба Розентала, ну, она стартовала от Сасканя, но она давно уже хотела к нам перейти и перешла, она в нашей партии уже, уже все последние месяца, еще во время Думы, она была у нас, директор инфекционной больницы. Потом это, ну, если мы говорим о политиках, к нам перешел господин Лочмель из Сасканя, это два директора исполнительных дирекций, восточной дирекции, господин Павлов. Земельской, да, Риге, земельская дирекция к нам пришел, тоже, он баллотировался до этого из Сасканя, Сергей Христолюбов, то есть это те люди, которые опять пришли к нам, почему? Потому что они чистые хозяйственники, они решают свои хозяйственные вопросы, и поэтому они в нашем списке. У нас довольно много спортсменов, спортсменов, которые очень много добились, это Марьян Пахарь, который один из наших игроков, который успешно играл в премьер-лиге в Англии и тренировал, а сейчас тренер, ну не главный тренер, тренер-консультант сборной Латвии, великолепный игрок, это Андрис Треймани, ну такая начинающая наша звезда, восходящая звезда, тренер футбольный, который тренера, который судил, не футбольный тренер, футбольный судья, который судил и матчи Испании, Италии, на довольно высоком уровне, все удивляются, FIFA как тренер с такой маленькой, судья с такой маленькой Латвией попал на такой уровень, да, это Александр Каленько, тоже многолетний вратарь сборной Латвии, Владимир Жук, директор рижской футбольной школы, это наши спортсмены, это Станислав Алияр, чемпион Европы по легкой атлетике, это Наталья Труншевиц, которая сейчас не только певица, мы ее знаем, она активная, на самом деле девушка занимается рижским балом, организацией, сейчас она подает заявку в ЮНЕСКО по поводу этого бала, и она 60-я в мире по пляжному волейболу в рейтинге, это Наталья Абола, которая вам всем известна, телеведущая, это наш любимый актер Яков Рафальсон у нас в списке, 11 директоров школ, как латышских, так и русских, одних из самых лучших, успешных школ, это самая большая школа в Латвии, которую в народе называют Алиевской гимназией, это Рижская классическая гимназия, на самом деле, это честь, что такой директор школы у нас в списке, это Золи Туцкая гимназия, Светлана Семенко, которая работает директором школы с 1986 года, это Инна Тарудзи, это директор центра хуманитара, виду школа, которая находится на улице Крышенбара, на Италина, это директор 3 гимназии, Андрис Прекулис, директор украинской школы, пани Лидия, Лидия Кравченко, 15 школа, Алла Кубасова, Наталья Кубасова, поэтому довольно много, Борис Антонов, 46 школа, многие годы руководят, да, в общем-то, вот такой у нас список, у нас есть и люди, которые первых раз к нам пришли в список, у нас в списке Дмитрий Долгополов, да, это сын Сергея Леонидовича Долгополова, которого я тоже давно знаю, но тоже по, почему он в нашем списке, опять тоже, мы занимаемся хозяйственными вопросами, и он в нашем списке, он и, ну, так скажем, естественно, он пришел в наш список с разрешения и с благословения отца, которого я тоже всегда хорошо знал и уважал, как вице-мэра, вместе работали, поэтому список такой довольно хороший, я, может быть, не буду открывать интригу говорить о новых людях, которые пришли в список, один из них довольно... Это в понедельник, об этом мы поговорим, может быть, в следующий раз. Да, давайте примем звонки наших радиослушателей, добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день, Олег, я вот по такому вопросу, вы можете сказать, ранее, лет пять назад, с 2012 по 2014 год, проводилась детальная планировка, это огороды, которые были между улицей Зепникаус и Южным мостом, Бишемойнаш Грави, да? Скажите, пожалуйста, сколько обошлась такая детальная планировка, это один вопрос. Второй вопрос, там есть земельные участки, компенсационные, то есть их порядка 13 участков, и третий вопрос, там выделена зеленая зона, то есть зона для отдыха, для строительства парка, то есть детскими, игровыми и так далее. Скажите, пожалуйста, вот по всем трех вопросам, первый, как я сказал, сколько обошлась эта детальная планировка, второй вопрос, когда планируется выделять эти земельные участки, как компенсационные под строительство частных домов, и что мешает его выделять, и третий вопрос. Зеленая зона и парк. Да, спасибо. Сейчас прямо не могу ответить, было бы неплохо, чтобы вы дали свои координаты, вы можете мне или отзвонить, или послать потом записку на мой телефон со своим телефоном, я узнаю, да? Почему я не могу сразу сказать, я не знаю, сколько стоит детальная планировка, это надо уточнить в департаменте развития, который занимался этим, это первое. Второй вопрос, по компенсационной земле, там нужно уточнить, если конкретно эта земля компенсационная, она выдается только тем, кому нужно давать компенсацию, поэтому вы говорите, ну, она, ее нельзя просто так получить, эта земля компенсационная, это не является собственностью города, это потенциально городская земля, государственная земля, но конкретно для компенсации она выделяется, она выделяется тем, это по расценкам 40-го года, мне нужно узнать, правильно ли мы говорим, может быть, обменная земля, потому что одна территория, Закмикалс, которую я тоже понимаю, которая очень похожа, вот по вашему рассказу, это обменный фонд, ну, и третье, я тогда узнаю вам, что, когда планируется там строить, но если это город, город не планировал, в ближайшие годы, насколько я знаю, развивать там такую спортивную детскую зону в большом размере, если что-то небольшое, ну, это другой вопрос, это я мог и не знать, но в большом объеме инвестиции не было или запланировано, поэтому вот, если вы можете, запишите мой телефон, 29-25-44-99, и можете мне просто отправить смс-ку с вашим телефоном, что вот по поводу Закмикалса, я узнаю, я вам потом отзвоню. Да, спасибо и за телефон в том числе, давайте еще один звонок сорвался, 6-12-12-939, телефон прямого эфира, пока мы ждем звонок, не могу не спросить, я думаю, что сейчас все это обсуждают, вы свое критическое отношение высказывали, но тем не менее, если вообще вот вы общаетесь, я знаю, и с архитекторами, и с планировщиками города, есть ли все-таки надежда, что правительство остановит вот этот вот, ну, мягко говоря, странный проект на Элизабетис-2, сноса, в принципе, нормального здания функционирующего, которого доход приносит, и вот строительство этого концертного зала. Вообще, если посмотреть за политиками, ну, довольно так, со стороны это все смешно выглядит, да, политики резко, ни с кем не обсуждая, приняли решение о том, что нужно сносить, вот когда снесем, тогда посмотрим, тогда будет там концертный зал, и вообще никого не слушаем, и всех буквально там послали, да, вот все нужно делать быстро и срочно. Сейчас говорят, да, хорошо, это вообще прекрасно, что мы собираемся слушать, да, ну, а где вы были раньше, когда в таком угаре быстро принимали это решение, да, я не знаю, может быть, после какого-то круга профессионального обсуждения специалисты придут к тому, что на самом деле это самое лучшее место, что на самом деле это здание можно сносить, и пусть это, ну, может быть, так оно и будет, но пусть это будет после обсуждения специалистов. Сам я на все это дело смотрю скептически, я посмотрел вчера или позавчера, были статья Андрес, Яниса Красненьша, нашего профессора по архитектуре, который сказал, да, это здание можно сносить, но однозначно не приемлет А.Б. Дамбис, не приемлет, признает, что фамилия Шкела в развитии концертного зала на улице Экспорта, это тоже плохо, да, но и говорит, что это здание нужно сносить, и говорит о том, что это здание не соответствует нынешним условиям. Ну, вот я хочу, хотел бы спросить профессора, по-моему, даже академика Красненьша, вероятно, вы же прекрасно знаете, может быть, даже студентам читали лекции про город Бразилия, столица, столица Бразилия, стране Бразилия, да, Бразилия, но вот, где в свое время, в конце 60-х годов, по-моему, 68-69 год, был построен новый город, с новыми зданиями, с тех времен архитектурой, их никто не сносит, сносят, уважаемые мои, только казино в Лас-Вегасе, потому что очень дорогая земля, вместо этого казино стоит другое казино, эти здания остаются временем той эпохи, да, там делают реконструкцию, да, проводят сети, проводят вентиляцию, а как мы, например, делали в исторических школах, тоже проводим, вентиляцию, тоже все проводим, лифты где-то сооружаются, да, но сейчас говорить, что это здание морально устарело, его надо сносить, это близорукая позиция, я в этом уверен, поэтому, да, концертный зал нужен, я в очередной раз могу сказать, я считаю, акустический концертный зал нужен, это государственное, дело государства, потому что он будет однозначно на дотации, это убыточное дело, но культура не может быть прибыльной, но нужно принять решение парламентом, Сайму, о том, что нужно построить строительный концертный зал, например, в течение 10 лет, дальше обсуждать, я вас уверяю, или его строить на дамбе, или его строить в одном месте, или в другом, примерная стоимость будет одинаковая, порядка 100 миллионов, вот это надо понять, да, и решить, 10-15 процентов, плюс-минус, да, и все, если вы считаете, что у вас на это 100 миллионов есть, через 10 лет, тогда вы эти 100 миллионов выделите, а дальше, не политики, а профессионалы, архитекторы, пилсат плану, та, вот планировщики, городские, организаторы транспортного движения, они должны профессионально принести вам вариант 1, 2, 3, и вы из них обсудите, а не так, как у нас, мы решили сносим, быстрее принимаем решение, а сами себе аплодируем, как хорошо, а сейчас после вот этого круга критики говорим, ну да, на самом деле мы проконсультируемся. Успеем еще принять звонки, добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, два вопроса. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот в Риге надо все-таки заниматься хозяйственными вопросами, зачем еще все-таки в списке столько педагогов и спортсменов? Да, отвечу. Второй вопрос, это самое, я не случайно, как-то выступая, сказала, что в случае, если вам там не хватит, как бы, количества голосов, да, вы готовы, ну как партия, сотрудничать с Русским Союзом Латвии, и вы тоже такого мнения? Спасибо. Да, спасибо. Почему нужны спортсмены? Эти спортсмены, это те люди, которые, вначале говорю спортсмены, эти те люди, мы очень много уделяем спортивной инфраструктуре, развиваются вот большие стадионы, спортивные комплексы, это те люди, которые не сейчас бегают, которые и прыгают, и играют в футбол, они закончили активный вид, активный спорт, но они активные, общественно активные люди, и у них на самом деле большой интерес, чтобы в Риге росли здоровые рижане, чтобы больше занимались спортом, больше были на воздухе, и видя, что конкретно мы, конкретно моя команда делала, да, они именно пришли к нам, директора школ. Знаете, я выскажу свое личное мнение, два момента, во-первых, я с большим уважением отхожусь к директорам школ, и считаю их одними из основных людей в этом списке, почему? Директора школ, это как бы барометр того, что происходит в обществе, они ежедневно встречаются с учениками, от мала до велика, с первого по двенадцатый класс, с нами, с родителями, а мы очень разные люди, от капризных, до социально незащищенных, богатые, нервные, они со всеми говорят, со своими педагогами, которые тоже очень разные, с которыми непросто, и при всех тех непростых вопросах, когда у нас постоянно с каждым министром другой подход к образованию, они все эти вопросы решают, потому что они поэтому видят очень многое, что происходит в обществе, я зачастую, когда прихожу к директору школы, он говорит, а вот знаешь, в обществе вот сейчас вот такая позиция, а вот больше народа уезжает, как мне говорили в свое время, дети одни, дети подходят, вот как мне говорила Наталья Кубасова, директор пятнадцатой школы, они вот меня обнимают и чувствуют, что им не хватает вот этого материнского тепла, тепла родителей, почему? Потому что мы с вами все время бежим, мы уходим с утра на работу, приходим поздно вечером и зачастую отмахиваемся от этого ребенка, у нас нет времени на него потратить, да, и считаем, что все должна обеспечить школа, не должна школа обеспечить, мы с вами родители что-то не додаем этим детям, поэтому в данном случае директора, почему еще вторая причина, я сказал, что я создаю, ну ладно, список Бурова, это фраза, это такой как, ну пиар-ход, но естественно я хочу, чтобы это была команда людей, команда единомышленников, я работаю в Думе с 98-го года, вот в октябре будет 22 года, я всех этих людей, примерно за исключением директоров школ, которые пришли недавно, знаю все это время, мы с ними встречались, мы с ними говорили, ходили, я был в каждой школе в подвале, на чердаке, я знаю, вы можете позвонить, сейчас спросить, сколько человек, сколько школьников учатся в каждой школе, я вам плюс-минус точно назову при любой школе, меня спросите по техническое состояние, я вам опишу техническое состояние школы, каждой, вот можем это просто вот в следующий раз так попробовать, я уже проверял, проверял, ну вот, поэтому они в этом списке, в списке профессионалов, в списке неформальные люди, да, я еще не сказал про Юрия Сарадзевича, который с 9-го года был исполнительным директором, конечно, второй в списке, это Данис Турлайс, это очень уважаемый, порядочный, честный, справедливый человек, да, вот по поводу сотрудничества с той или иной партией, я позволю себе даже решить вопрос, по поводу той партии, я скажу очень коротко, я не хочу сейчас говорить, не хочу сейчас, пока мы на самом деле не прошли выборы, вот знаете, мы должны были уже избраться 28-го февраля, Думу планировали распустить 9-го января, и 28-го февраля выборы, вот если бы Думу избрали 28-го февраля, мы даже бы в чрезвычайную ситуацию с вирусом вошли бы уже с новой командой, потом перешло на апрель, потом перешло на 29-е августа, не хочу я об этом думать, вот давайте сейчас, пройдет время, пройдет голосование, вы проголосуете за одного, за второго, за третьего, главное придите и проголосуйте, главное придите и проголосуйте, и дальше потом посмотрим, у нас есть один критерий, мы готовы работать с теми, кто на самом деле думает о рижанах, не о себе любимом, а думает о рижанах, вот с этими мы готовы им поддать руку и с ними сотрудничать. Олег Буров у нас был в студии, один из лидеров партии, честь служит Риге, большое спасибо, ну мы видим, что звонков много, ну в следующий раз, спасибо. Спасибо вам.